На 3,8% будут проиндексированы в следующем году заработные платы работников бюджетных учреждений. Будет проиндексирован и целый ряд социальных выплат населению. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа рассматривают расходные обязательства окружного бюджета на 2022 год. На заседании постоянной парламентской комиссии по социальной политике состоялось обсуждение расходов в сфере социальной защиты населения на 2022 год и плановый период. В окружном бюджете будут сохранены все меры социальной поддержки в полном объеме. На эти меры запланировано более 2 миллиардов рублей. Кроме того, со следующего года по 13 направлениям будут проиндексированы меры социальной поддержки населения. Дополнительно на эти цели в окружном бюджете на будущий год предусмотрено 26 миллионов рублей. Также мы отметили, что в бюджете не предусмотрена ежегодная индексация выплат для больных с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, доноров крови и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед округом. По предварительным расчетам на индексацию потребуется порядка 2 миллионов рублей. И представители органов исполнительной власти согласились с доводами депутатов окружного собрания. Средства в бюджете будут предусмотрены. В ходе обсуждения депутаты порекомендовали предусмотреть бюджетные средства в полном объеме на выплату сельским специалистам по компенсации расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Напомним, соответствующее решение было принято на 38-й сессии окружного собрания в октябре после встреч депутатов со своими сельскими избирателями. Напомню, что депутаты предложили применить коэффициент 1,8 к сумме компенсации не только в первом квартале, но и в четвертом квартале. Таким образом, работники сельских бюджетных учреждений будут получать повышенную компенсацию в размере 2160 рублей 6 месяцев с октября по март включительно. В ходе заседания парламентской комиссии депутаты настоятельно рекомендовали администрации предусмотреть финансирование на доплату больничных листов по беременности и родам, а также листам нетрудоспособности на уровне 2021 года. Этот вопрос не раз рассматривался на площадке регионального парламента, в том числе по обращению коллектива Министской окружной больницы с предложением депутатов согласились и также представители счетной палаты Министского автономного округа. Окружные парламентарии детально обсудили страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Депутаты неоднократно обращали внимание администрации округа о подготовке обращения в федеральные органы власти с просьбой рассмотреть вопрос уплаты страховых взносов за счет федерального бюджета. На сегодняшний день эта сумма 300 миллионов платится из бюджета Министского автономного округа. Работа над бюджетом продолжается. Собрание депутатов Министского автономного округа планирует его принять в первом чтении. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.